Крупнейшую за Уралом выставку сибирских художников открыли в Новосибирске. Скульптуры, картины и произведения прикладного искусства. Часть большого проекта «Красный проспект». Он размещен одновременно на нескольких площадках. Экспозиция в художественном музее самая масштабная. В чем ее особенности и что отличает художников Сибири и Дальнего Востока, расскажет Анна Братушкина. Площадку выставки «Красный проспект» в художественном музее организаторы называют «вишенка на торте всей экспозиции». Здесь представлены картины, скульптуры, произведения искусства из костей и керамики мастеров не из Новосибирска, из регионов Сибири и Дальнего Востока. Эту часть экспозиции назвали «Россия избранная». Я, честно говоря, будучи из Умска, я завидую. Я завидую, как и очень многие другие. Не каждый город может позволить такой мощный проект. Тем более собирается от Урала до Владивостока работа. Поэтому новосибирцам, я думаю, это будет действительно праздник. Своё название выставка получила не случайно. Во-первых, все залы, где представлены картины и скульптуры экспозиции, расположены на улице Красный проспект. Во-вторых, отталкивались от самого слова «красный» в значении «красивый». Выставку Красный проспект в целом в этом году посвятили Великой Победе. Отражение темы можно найти и в экспонатах на этой площадке. Художники изобразили портреты ветеранов и военные пейзажи. Однако в основном в картинах и скульптурах рассказывают о мире. Для Новосибирского государственного художественного музея это брендовый проект. Брендовый проект для всего города даже. Поскольку проект собирает художников со всей России. И в данном случае здесь представлено более 15 регионов и более 450 художников. Выставка Красный проспект показывает сибирские таланты. Идентичность местных художников подмечают и эксперты из Москвы. Энергия и очень позитивное внутреннее мышление, которое передается в живых. Второе, все-таки есть некая самобытность плюс школу. И, наверное, третье, меньше задачи быть коммерчески успешными. И поэтому искусство больше ради искусства. Я считаю, что у вас хороший костяк очень качественных художников. Экспозиция в художественном музее будет работать до начала ноября. Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok